Привет, друзья! И спасибо тем, кто заставил меня сделать этот выпуск. Рекомендую приготовиться, потому что нужно быть внимательным и сосредоточенным. Итак, начнем. Завершившиеся матчи в группах Лиги Наций накладывают свои отпечатки и на пассе в сборных перед отбором к Чемпионату Европы 2020 года. Дальше узнаете почему. В жеребьевке примут участие все 55 европейских команд, без исключения. Жеребьевка пройдет позже, в декабре, но уже сейчас стал известен состав корзин перед этой процедурой. Всего известно, что будет 7 корзин. Первая 6 мест, вторая, третья, четвертая, пятая по 10 мест, шестая корзина 5 мест и одна специальная корзина Лиги Наций. В ней будет 4 места. Но озвучить конечный результат это совсем просто. Я же расскажу, как сборные попали в какую миску. Итак, все команды сортируют по рейтингу, внимание, по рейтингу Лиги Наций. Вот он. Это 55 сборных после того, как закончили групповой турнир Лиги Наций, согласно своим очкам и другим показателям в своих группах и дивизионах. Тут первые 12 команд из дивизиона A. 4 выиграли группы, 4 заняли второе место и 4 заняли третье место. Далее следующие 12 команд из дивизиона B. 15 сборных из дивизиона C и еще 16 из дивизиона D. Понимаю, что это тихий ужас, но никто вам не мешает пересмотреть выпуск заново, если что. Ах да, и в этом рейтинге, что самое главное, сборные пока еще не переместились в другой дивизион. Итак, зная сколько мест UEFA выделила в каждой корзине, наполняем их. В особую корзину попадают победители дивизиона A. И мы знаем, что это Швейцария, Португалия, Нидерланды и Англия. Швейцарцы в этом рейтинге первые, они набрали 9 очков в Лиге наций, у Португалии 8 и так далее. В следующей корзине 6 мест, это следующие 6 сборных за победителями дивизиона A. Вот выделено, как они попадают по очереди. Итак, это Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польска. Видите, как оказывается все просто. Во второй корзине будет 10 мест, сюда попадают следующие команды. Германия, Исландия, Босния, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия. В третьей корзине также 10 мест, сюда попадают, согласно рейтинга Лиги наций, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария и Израиль. В четвертой корзине тоже вмещают 10 команд. Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва и Грузия. В пятой корзине Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры. И в шестой корзине всего 5 мест. Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Маринов. Тут больше вопросов по первым двум корзинам. С таким успехом можно было сделать особую корзину, допустим, кто до этого выиграл чемпионат Европы или другой турнир. Ну а если серьезно, понятно, что это сделано прежде всего, чтобы придать больше значимости Лиге наций. Вот видите, мол, какой важный турнир, а вы не хотели тут побеждать и в итоге оказались в худшей корзине. А если вы напишите в комментариях бред, я вас пойму, чем же мешал прошлый посев и что было с ним не так. Но нам UEFA задала новую головоломку и с ней мы успешно справились. И вот в качестве примера давайте с вами сформируем хотя бы одну группу в отборе к чемпионату Европы. Мы знаем, что групп будет 10 в каждой от 5 до 6 команд. Первые 5 групп по 5 команд, вторые 5 групп по 6. Итак, из корзины Лиги наций Швейцария, Португалия, Нидерланды и Англия занимают места в первых 4 группах. Команды из первой корзины помещаются в следующих 6 группах, вот как показано на примере. Только порядок будет, конечно же, другой, как вытянут их при жеребьевке. Ну а дальше из второй корзины возьмем, к примеру, Германию. Из третьей, допустим, Сербию. Из четвертой пусть это будет Греция и из пятой Косово. Вот так они могут попасть в группу. Но это, конечно же, только пример. Когда же жеребьевка? 2 декабря спортивный расскажет. Смотрите еще итоги Лиги наций с номинациями от спортивного. Ставьте лайк за труд. Услышимся!